Пожалуйста, а мы продолжаем наши костюмы островитян делать. В данном случае мы сейчас изображаем знак Ом. У нас команда Ом и знак Ом. Кстати, очень здорово, это хорошо вы придумали, знаком. Вот что значит творческий человек. Что ты меня придумал? А что вы сказали? Нет, ну вы его развили, вот вы сказали знак, напомню, то, то, в общем-то, мота. Видите, мужчина это форма, а женщина содержание. В данном случае, вот здесь нужно дорисовать. Классно получилось, здесь очень красиво. Это яркий пример того, как женщина наполняет содержанием мужские энергии. Что бы мы делали без вас? Вы же понимаете. Трактор без заправки, это просто кусок железа. Без нужного топлива. Мужчина без женщины, что я был... А здесь такое, как ироник. Что яблоко, что? Без гусеницы. А, все, я понял. Это разъедающее. А что это творческое содержание? Мужчина. Какое яблочко хорошее? Можно сказать, это без садовника. Можно сказать, яблони в данном случае это матаджа, девушка, а садовник это мужчина. Да. Так, мы не смотрим туда. Можно по центру, чтобы потом когда покажут, но все равно. Да, чтобы не раскрываться. Да, сейчас я вот аккуратно. И вот мы сейчас такие все зарисованные, все в костюмах. Как-то мы закрыто здесь нарисовали. Можем, да, может, не могу здесь нарисовать, но можешь. Это у меня тоже такой получился прекрасный. Суменьшись, это дуя. Подумала, подумала. Так. И вот мой костюм. Сердце здесь. Немножко вот в эту сторону. Иди прям по центру. Нашка задняя фото. Ай, конечно. А, у нас вроде прикрыто будет. У вас, да, у меня. А ты не хочешь прикрыть здесь? Лиф? Я кину. Идет полная подготовка к... Просто я совсем, видишь, закрыта. К костюмному конкурсу. Хочешь огонь тебе на ноге нарисовать? Пойдем посмотрим, что делают наши конкуренты. Огонь и Ома, это же разные вещи. Может, это хорошее на делу у них? Плагиат. Ну, плагиатом, конечно, не будем заниматься, но... Огонь, да? Да, огонь есть. Кстати, быть осторожным. Ай, Ри, Кришна. Давай два знака Ома. Что там хорошего вы нашли? С ноги тоже слетать. А, вот, сделайте так, вот, наверх у них. Ну, типа, нет. У меня шорты все равно длинные. Андрей его зовут, да? Да. Андрей, поделитесь, пожалуйста, впечатлениями нахождения на незаброшенном острове города Киева, куда вы выехали, для того, чтобы получить новое впечатление. Скажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях. Что вы здесь новое? Ну, сколько будем нормально. Мои впечатления очень классные, потому что это природа. Ты можешь выйти из городской суеты, Можно нарисовать на веках глазах. Макунуться в атмосферу дружбы, работы в команде. Просто хорошо провести время. Хорошо использовать, провести время. Не просто лежать на диване, смотреть телевизор. Или просто загорать. Очень интересное время припроводить. Можно брови подчеркнуть. Брови, пуль, допустим. Всем рекомендую. Ваши самые яркие впечатления, пока еще здесь меньше суток, да? Давай. Потому что приехали вчера в часов 8 вечера, да? 8 часов вечера. Да, да. Классно. Звездное небо, вообще, замечательно. Природа очень красивая. Прикольно, оно и не портит внешний вид. Окружение людей тоже прекрасно. Окружение природы. И все это благодаря нашему организатору Таисия. Нашему организатору Таисия, которая организовала этот чудесный праздник для всех нас. Не надо. Какие ваши самые яркие впечатления вчера? Вчера, ну, звездное небо, конечно. Такого в городе не увидишь. У меня такие черные, что у меня ничего не видит. Природа очень спокойная. Такой залив, природа красивая. Такое впечатление. Масса, небо. Ну, классно. Очень все классно. А какие-то конкурсы вчера проводились? И какой больше всего вам понравился? Да, в сомерске, да. Там жёлтая, жёлтая, зелёная. Конкурс знакомства мне понравился, когда ты рассказываешь вместо другого человека, как будто берёшь... Ага. Его... Представляешь его. Представляешь его, да. Вот этот конкурс мне очень понравился. Ну, остальные конкурсы мне не так заполнялись, как вот этот. Ну, такой самый интересный был. Хотя были, конечно, там конкурсы вождей, он тоже был очень интересный. Конкурс вождей. Да, конкурс вождей. Что там самого ценного с этой игры можно было взять для себя, для жизни? Можно посмотреть, понаблюдать, как люди стремятся к власти, как они хотят удержать власть, как... Брови, кстати, очень красиво. Замечательно. Классно. Еее. Отлично. Это тоже вы придумали. Да. Здорово. Ольга. Продолжайте, продолжайте, Андрей. Ну, и... Пока ему наносим макияж. Можно понаблюдать за психологией людей, как они... Как некоторые люди стремятся к власти, а другие люди нет. То есть проявляются жизненные позиции, да, сразу в этой игре? Да, жизненные позиции разных людей. И ты видишь и психологию людей, которые хотят быть лидерами, и те, кто есть последователи, которые помощники. И сразу понимаешь, вот характер людей. Очень полезная игра в плане психологии. Синяя пара, да не надо. Точно. Синяя пара, да. Пять минут осталось, одеваемся. Да, все. Девочки раздеваются в купальниках, я думаю. На купальнике могу. Я не хочу раздеваться, я обгорю. Я солнце вокруг, помошелся. А, я не хочу. Так, последнее приготовление осталось. Пять минут до начала нашего конкурса. Да. Это же психологический остров. Как костюм ваш называется? Ой, какой. Какие у вас прекрасные брови. Да. А ваши, пожалуйста. Как вас зовут? Олег, да? Андрей. Андрей, простите. Так, вероточку нужно? Андрей, какая интересная. Ну давай. По цвету кепочки, кстати. А какой, кстати, цвет у меня бровей-то? Я ничего не знаю. До сих пор. Какой цвет у меня бровей-то? Красный? Такой же, как у мальчишек. А, голубой, понятно. Отлично. Хорошо. Мальчики одинаковые. А, девочки розовые, я понял. Розовые. Мальчики синие. Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо. Так, ну что, мы продолжим немножко позже. Отлично. У меня как раз будет лача.